Любава Горницкая, писатель из Ростова-на-Дону. В Самару приехала впервые. В рамках масштабного проекта «Литературные резиденции» Ассоциации союзов писателей и издателей России. В течение трёх недель Любава работает в городе на Волге над своей новой книгой «Разъезд змеиный» – произведение для подростков в духе магического реализма о жизни и смерти. О своём творчестве Любава рассказала читателям в музее «Самара космическая», где организовали литературную лабораторию для подростков. С своими произведениями я как минимум хочу с ними поговорить, поскольку подросток – это такой капризный по-своему читатель, который может тебе очень легко не поверить. Я хотела бы, наверное, быть с подростками на одной волне, говорить о действительно важных вещах, не давать однозначных ответов на вопросы, потому что хорошая книга – это та, которой читатель ответит сам. Литературная лаборатория проходит в Самаре во второй раз. Её участники – шесть писателей-фантастов из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону и Самары. Они поговорили с юными читателями о жанре антиутопии и вместе с ребятами создали свои фантастические миры. Точно работа с детьми – это всегда свежий воздух, какой-то нестандартный взгляд на какие-то вещи, потому что часто ты можешь в какую-то колею свою уже войти, а дети могут какие-то неожиданные моменты подсказать. А для детей – это возможность встретиться с людьми, которые уже выбрали свой путь, которые знают, чего они хотят, которые на этом пути уже чего-то добились. Роман Мурзин занимается в театральной студии «Лес» три года. Участвует в литературной лаборатории второй раз. Мне очень понравилось, поэтому я пришёл в принципе ещё раз. Потому что мне понравился опыт, который я получил в первый раз. И мне кажется, будет так же интересно, будет весело. Мы придумаем что-то много интересного, сможем это использовать в дальнейших проектах. Финальная литературная лаборатория в Самаре пройдёт в пятницу в Литературном музее. Дети смогут почувствовать себя в роли инопланетян, приземлившихся в усадьбе Алексея Толстого, чтобы исследовать её. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События.